здравствуйте на библейский портал экзегет пришел вопрос в чем можно доверять своим чувствам а в чем нет с чувством вообще быть очень осторожным потому что духовной жизни это не чувства и это не эмоции вот обратите внимание на древних иконах вообще ни у каких ликов нет эмоций за исключением сцен распятия где могут быть плачущие ангелы или рыдающие марина магдалина а во всем остальном это просто лики вот эмоциональная жизнь она очень опасна более того она очень часто подменяет собой собой духовную жизнь поэтому к чувствам своим надо относиться очень внимательно и проверять их проверять их словом божиим заповедями божьими наставлениями святых которые угодили богу мы называем их угодниками до опыт жизни которых за свидетельствами церковью как правильный поэтому допустим у тебя есть чувство гнева на другого человека но ты знаешь что всякий гневающийся напрасно да согрешает пред богом или ты осуждаешь человека ум твой вспоминает не судите не судимы будете тебе кажется что вот эта девушка значительно лучше и красивее твоей жены до всякий кто посмотрит просто напоминай себе те слова те истины которые тебе открыты самим богом через священное писание и ими проверяя свои чувства другое дело что иногда сердце человека подсказывает ему как правильно поступить это уже не совсем чувство это что-то более глубокое иногда ум человека не знает как поступить правильно по заповеди божий случай сложный и так правильно и так правильно и так какие то есть ошибки так какие то ошибки а а сердце подсказывает например поссорился муж с женой жена неправа ум говорит ты глава семьи ты должен дождаться пока она попросит прощения потому что она действительно не права а сердце говорит пойти попроси прощения ей тяжело и так она значительно больше поймет о том что она не права потому что ты поступишь со смирением а где смирение там благодать и ты отогреешь ее сердце а как ты будешь молиться если вы с ней как бы вечером с детьми вместе встанете на молитву если ты с ней не примирен как ты скажешь остави нам долги наши как и мы оставляем должником нашим ты же солжешь вот поэтому иногда надо слушаться сердце потому что сердце это то тот орган которым мы видим бога до блаженно чистый сердцем ибо они бог возрят не скажем не сказано умные и даже не сказано блаженно чистый разумом вот и соответственно мы иногда именно сердцем лучшим лучше знаем волю божию как правильно поступить но когда у нас есть прямые указания священного писания надо просто поступать по ним внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео